Это коробка с миссиксами. Сейчас покажу как это работает. Жмёте сюда. Я мистер миссикс! Посмотрите на меня! Вы делаете запрос. Мистер миссикс, открой дуровскую банку с майонезом для Джерри. Да, сэр! Миссикс выполняет запрос. Готово! Ого! А затем он перестаёт существовать. Боже мой, он взорвался! Поверь, для них это нормально. Накь yourself out! Накь yourself out! Всем привет, с вами Ирин. Сегодняшняя идеома довольно непростая, в том плане, что она имеет несколько значений, и в основном они зависят от контекста, а не от грамматики. Но мы попытаемся с вами максимально полно с ними разобраться. Начнём со слова knock. В качестве глагола оно значит стучать, обычно в дверь. Однако будьте внимательны, оно не имеет значения доносить, как в выражении стучать на кого-то. Слова с этим значением мы разбирали вот в этом видео. Можете посмотреть. В качестве существительного knock довольно логично иметь значение стук. Вроде бы всё просто, но когда мы начинаем добавлять к нему предлоги, то начинают возникать небольшие осложнения. Идиома со словом knock можно разбирать несколько часов, но мы остановимся только на парочке, которые имеют отношение к выражению knock your cells out, который мы разбираем. Начнём с прибавления предлога out. И тут у нас уже возникают нюансы, которые зависят от того, какое дополнение у нас будет стоять между глаголом и предлогом. Если это неодушевлённый предмет, например компьютер, то этот оборот будет означать вырубить, то есть заставить перестать работать, как правило неестественным путём. Чаще всего это относится к электроприборам по понятным причинам. Если между глаголом и существительным у нас стоит одушевлённый предмет, то есть человек обычно, то у нас будет значение вырубить, то есть заставить человека потерять сознание, как правило насильственным путём. Если у нас будет стоять местоимение себя, то тут у нас возникает два варианта. Если это повелительное наклонение с местоимением yourself, то есть собственно то самое выражение, которое мы рассматриваем, knock yourself out, то оно будет значить развлекайся, делай что хочешь, я не возражаю, мне всё равно, ну и всё в этом духе. Во всех остальных случаях это выражение будет переводиться, как вымотаться, делая что-то. Ну например, I knocked myself out to get the job done on time. Я вымотал себя ради того, чтобы работа была выполнена в срок. Надеюсь всё понятно и вопросов нет. Если есть, пишите в комментарии, стараюсь ответить. Ну и перед тем, как мы закончим, небольшое бонусное выражение to rope somebody into. Rope значит верёвка. Само выражение переводится как втянуть кого-то во что-то. Пример его использования я оставлю в титрах, но на сегодня у нас всё. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok